Эта власть преступна, а именно потому, что она все это позволяет. И досмотрите это видео до конца, и вы узнаете всю правду о зверствах, которые происходят в Таджикистане. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого нового. По данным Коалиции против пыток, с начала года в Таджикистане задокументировано 5 кейсов по пыткам. В 2021 году к ним обратились 24 человека. С начала этого года группой правовой помощи Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане задокументировано 5 кейсов по пыткам. В 2021 году в Коалицию с жалобами на жесткое обращение или пытки в отношении них или их родственников обратилось 24 человека. В сообщении Коалиции против пыток, опубликованном на их сайте 30 марта, говорится, что из этих 24 обращений 5 от женщин. По словам правозащитников, больше всего случаев пыток и жестокого обращения применялись в процессе задержания и проведения расследования. А для того, чтобы получить признательные показания, использовались такие незаконные методы, как избиение пытки электрическим током запугивания задержанных или членов их семей. В сообщении также указано, что предполагаемым жертвам пыток и жестокого обращения от 22 до 60 лет и больше всего жалоб. 21 из 24 поступило на органы внутренних дел. Пытки и жестокое обращение применялись с целью получения признательных показаний, наказания за совершение определенных действий или в качестве меры усмирения и унижения личного достоинства. И это только та мизерная часть людей, которые не побоялись обратиться, которых не запугали. А сколько на самом деле всего этого происходит? И власть прекрасно все об этом знает, но молчит. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Коалиция против пыток призвала правительство Таджикистана поставить на учет все заявления о пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, отмечает коалиция, необходимо принять эффективные меры по расследованию этих случаев, привлечь виновных к ответственности по всей строгости закона и предоставить компенсации жертвам пыток и жестокого обращения. Необходим также быстрый, независимый и полный доступ независимых мониторинговых групп к изоляторам временного содержания, следственным изоляторам и другим местам лишения свободы. Доступ активистов гражданского общества для проведения независимого мониторинга. Власти должны также в кратчайшие сроки ратифицировать факультативный протокол Конвенции против пыток, отмечает коалиция. Напомним, 29 марта Международная правозащитная организация опубликовала свой ежегодный доклад о правах человека в мире, где говорится, что пытки и жестокое обращение по-прежнему широко распространены в Таджикистане. Правительство Таджикистана заявляет, что все жалобы на пытки тщательно проверяются и что последние годы наказание за это незаконное деяние было ужесточено. По таджикскому законодательству, применение незаконных методов во время допроса является тяжким преступлением и может повлечь за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В коалицию против пыток в Таджикистане входит 20 неправительственных организаций, в основном правозащитных. И все же, они своими силами никак не могут помочь всем гражданам Таджикистана, которые подвергаются пыткам. И несмотря на то, что власть говорит, что не тщательно расследует, по факту ничего не меняется из года в год. А правоохранители считают, что если у них есть форма, значит им можно все. Как вы думаете, как можно этого избежать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.